Друзья, здравствуйте! Сегодня 11 сентября. Ровно 21 год назад в этот день произошел самый страшный теракт в истории Америки. Да и вообще, наверное, теракт, который изменил всю историю человечества. Это не будет преувеличением. Событие, которое, правда, потрясло всех. Я этот день очень хорошо помню. Я начну причем с рассказа о том, что у меня был приятель, который жил в Америке. И мы с ним довольно плотно дружили. Дружили по ICQ, даже не виделись никогда, как это бывало раньше в интернете. Да и сейчас, в общем, бывает тоже. И мы с ним переписывались по раз в неделю в ICQ. Он приходил с работы, соответственно, в 7 часов вечера. В Москве уже было 12, и вот мы, значит, там переписывались. И накануне, соответственно, 10 сентября, я что-то ему увидел, в Москве было там 10 утра, соответственно, или там в Москве было 7 утра, соответственно, в Нью-Йорке было 2 часа ночи. Я увидел его в ICQ, что-то ему написал. Мы зацепились языком, и вот часа два мы переписывались. Он ходил на собеседование в банк Чейз Манхэттен, и ему там предлагают работу. Завтра, а в Москве уже, значит, сегодня, ему надо идти там на какую-то обзорную лекцию, и в этот Чейз Манхэттен. Идти, конечно, он не хочет, она в 8.30. И дальше наше балабольство продолжается. И он говорит, слушай, ну в Нью-Йорке уже, алё, 4 утра, всё, я спать пошёл, конечно, никакой обзорной лекции завтра, всё это я перенесу. Ну, в общем, спасибо за внимание, до свидания. И всё, я дальше поехал на работу, и я очень хорошо помню, что произошло. Соответственно, в Москве это было уже после обеда, там часа три, наверное, дня, да? Если это произошло в 8 часов, соответственно, 10, ну да, с двух до трёх. Вот в этот промежуток начался весь кошмар. Мы были в офисе в одном из высотных зданий на Новом Арбате, и вдруг кто-то закричал. Тогда не было ещё никаких стриминговых потоков, был только телевизор, и кто-то закричал. Слушайте, в Америке в небоскрёб врезался самолёт. А я к тому моменту в Америке никогда не был. Ну, я знал, конечно, что там есть небоскрёб, да я даже про то, что там есть башни-близнецы ничего не знал. И мы стали смотреть трансляцию, причём у человека был CNN подключен. И там все обсуждают, что действительно страшная произошла катастрофа. Пассажирский самолёт врезался в одну из башен-близнецов. И мы смотрим трансляцию CNN и обсуждаем, что это какая-то катастрофа ужасная. Действительно, гражданский самолёт попал в башню. И буквально в прямом эфире во вторую башню влетает самолёт. И в этот момент кто-то говорит из тех, кто был в комнате, что-то похоже это не случайность. Ну, дальше, понятно, появились первые новости о том, что третий самолёт влетел в здание Пентагона. А потом вроде как и четвёртый был, он где-то упал. Но в течение дня третий самолёт и четвёртый самолёт практически исчезли из новостей. Все обсуждали два самолёта, которые были направлены умышленно в башни WTC. И довольно быстро к вечеру уже появились фамилии угонщиков. И стало ясно, что это ужасающий, никем не ожидаемый, совершенно невероятный теракт в мировой истории. Вот так я помню день 11 сентября 2001 года. Давайте поговорим о том, как это происходило, как происходила потом процедура расследования. И вообще о разных вещах, которые касаются истории с башнями-близнецами. Рейс 11 American Airlines вылетел из Бостона в Лос-Анджелес. Это самолёт с достаточно большим запасом керосина. И все последующие рейсы, которые будут угнаны в этот день, они все совершали большие длинные перелёты. Потому что угонщикам нужно было огромное количество топлива на борту, которое могло бы возгореться после столкновения с объектом атаки. Самолёт из Бостона взлетает. И буквально через несколько минут его захватывают террористы. Я не буду перечислять всех террористов. Их было 4 группы, в каждой группе по 5 человек. Одного человека задержали. И полицейские, он не участвовал в теракте. Задержали совершенно по другим причинам. По причине нарушения визового режима. И поэтому террористов осталось 19 человек. Главой первой группы был человек, которого звали Мохаммед Атай. Ему было 33 года. Он научился пилотировать воздушное судно. И собственно вот группа из 5 человек зашла в аэропорт Бостона. Система выбрала некоторых людей для выборочной проверки. В том числе и Мохаммеда Ату проверяли. И какая-то вещь показалась подозрительным в его багаже. И багаж просветили. Но в итоге всех посадили на рейс. А багаж Мохаммеда Аты по какой-то ошибке на рейс не загрузили. И вот этот борт 11 Американ Аирлайнс взлетел. Террористы, которые были вооружены небольшими ножами и по разным свидетельствам у кого-то были даже перцовые баллончики. Захватили самолет, убили пилотов. И Мохаммед Ата взял на себя штурвал пилотирования судна. Почему самолет захватили так быстро? В тот момент на всех авиалиниях никаких бронированных дверей в кабине пилота не существовало. Пилоты двигались во время рейса. Не было процедуры, что один должен, если ему надо в туалет, выйти, второй закрыть изнутри дверь и так далее. Все эти процедуры появились только после 9.11. Все угонщики сидели в бизнес-классе. И вот они встали, захватили стюардессу, потом открыли кабину, ворвались в кабину пилота, убили пилотов и начали управлять судном. Командир корабля Джон Агановский был военным пилотом и воевал во Вьетнаме. Его убили. Факт, который может показаться не то, что интересным или примечательным. Во всяком случае, как такая вот судьбоносная вещь, на этом рейсе должен был лететь Сет Макфарлейн и должен был лететь актер Марк Уолберг. Они отменили перелет, они решили, что в Лос-Анджелесе другим самолетом полетят. И таким образом они жертвой этой трагедии не стали. Диспетчерская обращает внимание, что самолет совершает странные, нехарактерные для гражданского судна действия. Диспетчеры Нью-Йорка раскрывают, что происходит что-то странное, и они обращаются к военной авиации. И в 8.37 утра два самолета F-15 идут на перехват этого Боинга. Происходит это 7 минут спустя того, как самолет врезается в северную башню Международного торгового центра. Скорость полета, по оценкам экспертов, при столкновении была 784 км в час. То есть вот на полной скорости Боинг врубился в северную башню. Оба бортовых самописца так и не нашли, и в башне начинается гигантский невероятный пожар. В этот момент все еще думают, что это просто несчастный случай. Каким бы насыщенным ни был мой день, всегда стараюсь начинать его с вкусного завтрака. Обязательно чашка кофе, омлет или глазунья и пара ломтиков сыра. Комбинация эта меняется крайне редко, и чтобы разнообразить завтрак, интересных рецептов приготовления я изучил довольно много. Одна из последних моих находок – культурно-гастрономический проект «Русский завтрак». Там собраны классные рецепты от 20 поваров из разных городов страны. Лидер по производству молока в России и Европе Эко Нива совместно с сетью лента и гастрономической карты России запустили проект, который открывает знакомые всем блюда в совершенно новом прочтении. Герои русского завтрака – шеф-повара, рестораторы и отельеры из 20 городов. Они разработали рецепты с учетом культурных традиций разных регионов. Получилось своего рода гастрономическое путешествие по России. Уже сейчас на сайте можно найти множество интересных рецептов для завтрака, в том числе блюда из яиц с добавлением сыров и другой продукции Эко Нива. Если вы хотите разнообразить свое домашнее меню, переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь блюдами ресторанного уровня. Приятного вам аппетита! Вторым самолетом был рейс 175 авиакомпании United Airlines, который тоже вылетел из Босны и тоже летел в Лос-Анджелес и тоже имел на себе на борту, нес огромные запаски Райсина. Тоже было пять угонщиков, они все расселись в бизнес-классе. Ни один из угонщиков не был отобран специальной системой для тестирования, потому что специальная система – это система компьютерного анализа, которая работает до или после рамок. То есть она выбирает пассажиров, которые, кажется, по документам подозрительными и их, соответственно, досматривает еще раз. Вот если в первом случае досматривали троих, то в этом случае не досматривали никого. Самолет пошел на взлет, через некоторое время после взлета террористы захватили управление. Они также убили пилотов, и Марван Аш-Шахи, глава этой ячейки, глава этой группы угонщиков, он занял место в кабине управления полетом. Борт чуть было не стал жертвой авиапроисшествия. Чудом удалось избежать столкновения в воздухе с другим самолетом. Это был самолет Delta Airlines, который летел из Хартварда в Тампу. По пути к башне он мог врезаться в другой самолет. Это самолет компании Midwest Airlines, который летел из Милуоки в Нью-Йорк. Пассажиры успели сообщить о захвате. То есть когда они поняли, что, ну, во-первых, они увидели, что происходит в салоне, и они видели, что самолет движется по направлению к центру Нью-Йорка, по направлению к башням. И пассажирам некоторым удалось позвонить своим родным и сообщить о том, что самолет захвачен. В 9 часов 3 минуты утра этот рейс ударился в... Врезался в южную башню, причем врезался под углом, самолет чуть-чуть развернуло. В башне 900 человек погибло, и погибли все пассажиры самолета, который в нее врезался. Ну, как и в первом случае, очевидно, что все пассажиры самолета погибли на месте. И вот дальше начинается понимание, Америка осознает, что это теракт. Потому что до второй башни все показывают в эфире клубящийся дым над близнецами. Пожар на северной башне, ужасное драматическое происшествие. И буквально в прямом эфире второй самолет влетает в южную башню. Очевидно, что начинают работать спасательные службы, начинают работать пожарные. Но людей эвакуировать невозможно. На верхних этажах все отрезаны. Начинает плавиться металл, начинают плавиться конструкции. Лестницы обрушиваются, лифты не работают. И, собственно говоря, в северной башне все лестницы были завалены. В южной одна лестница работала, и по ней люди спасались с верхних этажей. Те, кто вниз не побежал, побежали наверх на крышу, для того, чтобы быть спасенными вертолетами. Во-первых, и выходы на крышу оказались задраены. А во-вторых, вертолеты не могли просто сесть. Потому что вот этот черный дым, который клубился над двумя башнями, он не позволял делать никаких спасательных работ. Когда я говорю, что между первой и второй башней никто в мире не знал, что происходит, и все медиа говорили о катастрофе, это, конечно, тоже не совсем правда. Правительство США, конечно, знало о том, что происходит. Потому что когда в первом самолете убили пилотов, и место пилота занял угонщик, Мохаммед Ата, он обратился к пассажирам и сказал, что самолет захвачен. Мы летим в аэропорт и скоро объявим свои требования. У нас на борту бомба. Сохраняйте спокойствие, и тогда все будет хорошо. Он записал это обращение, но по ошибке нажал не ту кнопку, и оно ушло не внутрь самолета, оно ушло на пульт диспетчеров. И все диспетчеры понимали, что это угон. И, собственно говоря, к моменту взлета третьего самолета уже спецслужбы и диспетчерские знали о том, что происходит. И диспетчерские стали предупреждать все американские линии, все американские авиакомпании о том, что два самолета уже захвачены. И будьте внимательны, потому что возможно, что эта ситуация повторится. И она действительно повторилась. Следующий рейс взлетал из Вашингтона. Рейс 77, Американ Аирлайнс. На его борту было 4 угонщика. Причем глава этих угонщиков был профессиональный пилот. Он учился, он пытался поступить на службу в авиакомпании Саудовской Аравии. Не поступил, но тем не менее, этот человек умел летать с середины 90-х. Никто из угонщиков не был остановлен, хотя все они были выбранной системой для повторного осмотра. Их осмотрели, но тем не менее, никого из них не остановили, не садили с рейса. Они заняли свои места, часть в бизнесе, часть в экономе. Перехватили управление самолетом также, убили пилотов. И дальше повели самолет к выбранной цели, то есть к Пентагону. В 9.35 стюардесса этого угнанного самолета позвонила супругу и сказала, что самолет угнан. Также на борту была известная телеведущая, юрист в прошлом Барбара Олсен, которая позвонила своему мужу и сказала два раза. Причем сказала, что первый раз, что самолет захвачен, второй раз спросила, что мне сказать капитану. Везде угонщики действовали идентично. Пассажиры были согнаны в хвост самолета и там взяты под контроль группой террористов. И один или два террориста оставались в кабине и контролировали, собственно, полет воздушного судна. В 9.35 третий борт ударил в здание Пентагона в Вашингтоне. Америка понимает, что она столкнулась с чем-то, что прежде вообще никогда не происходило. И вот уже три самолета похищены и три самолета врезались в стратегические здания. И дальше происходит последний, четвертый захват. Рейс 93 компании United, он вылетал из Ньюарка в Сан-Франциско. То есть это тоже был длинный рейс с большим количеством керосина. Он вылетает в 8.42, начинается захват по той же схеме, убийство пилотов и перехват контроля. Но здесь пассажиры уже знают, что есть как минимум два ужасных теракта. То есть две башни и два предыдущих самолета. И пассажиры начинают оказывать сопротивление. 35 звонков приблизительно было с борта этого судна. Некоторые из них есть в Википедии, я не буду их ставить в эфир, потому что это ужасающие, конечно, вещи. Ты слышишь голоса людей, которые понимают, что они скоро умрут. Ну, в общем, тем не менее, на последнем, на четвертом борте захваченном, началось сопротивление пассажиров. Пассажиры понимали, что их самолет тоже врежется в какое-то здание. И так, кстати, и не выяснено, что было его целью. И начали оказывать сопротивление. И известна фраза, потому что это единственный самолет, у которого нашли самописцы. Не у самолета, который врезался в Северную башню, в Южную башню, в Пентагон, самописцы, бортовые не были найдены. У этого самолета нашли самописцы, поэтому мы точно знаем, что происходило в салоне. В салоне происходила борьба. И последняя фраза принадлежит пассажиру этого рейса, Тоду Бимеру, который возглавил, скажем так, вот эту группу сопротивления террористов. И они врывались в кабину пилота, чтобы перехватить управление. И его последние слова были «Are you guys ready? Let's roll!» И вот эти две фразы станут впоследствии таким слоганом компании борьбы с террористами и вообще слоганом американской компании антитеррористической. Пассажиры, судя по всему, ворвались в кабину, но пилот направил борт в землю в 10.03. В двух километрах от Шансфеля самолет на скорости 906 км в час приблизительно врезался в землю. Все пассажиры, естественно, погибли. Южная башня обрушилась в 9.59 утра. Северная башня обрушилась в 10.28 утра. И к вечеру от пыли, от осколков, от пожара обрушилась еще одна башня, которая называлась WTC-7. Это тоже был небоскреб. Она обрушилась в 17.20. Я намеренно избегаю в этом выпуске демонстрации видео с горящими башнями, фотографии. Вы все их без труда найдете в интернете. Объясню, почему. Дело в том, что, ну, очевидно, что люди на верхних этажах оказались отрезаны. Они пытались как-то выбраться. Внизу все было засыпано пеплом. Начали работать американские пожарные. Часть из них тут же погибала под завалами. Но здесь важно рассказать вот о чем. Как ввела себя медиа. Естественно, давайте называть вещи своими именами. Теракт, катастрофа. Для средств массовой информации это самый важный день в году. То есть это просто пир трафика. Безусловно, в эфир поливается в этот момент все, что есть. Выкупаются пленки, фотографии. Все это демонстрируется в эфир, потому что это дает аудиторию. И можно, конечно, говорить о морали. Можно говорить о бизнесе. Ну, давайте так. Все средства массовой информации во всех странах мира одинаковые. Они работают на аудиторию, они работают на трафик. И любая трагедия для них, прежде всего, источник трафика. В Америке главным сюжетом трагедии «Башен Близнецов» был сюжет с падающими людьми. Часть людей, которые не могли выбраться, бросались из окон. Люди, которые падали, которые прыгали из окон, они, естественно, попадали на объективы. И самая главная фотография, которая стала символом просто вот этих падающих людей, это фотография Ричарда Дрю, который так и называется «Падающий человек». И она в этот день и в следующий день была во всех эфирах, потом пропала. Потом пропала. Я вам оставлю ссылку в описании на статью журнала «Эсквайр», главным редактором которого я был. И она описывает историю этой фотографии. Я ее долго не буду рассказывать здесь. Расскажу о том, почему она пропала. Потому что в какой-то момент люди стали писать в СМИ, что «Ребят, вы делаете трафик на крови, убирайте фотографии падающих людей, мы не хотим на это смотреть». И фотографии исчезли из газет, из экранов. Это, наверное, первый раз в истории, когда общество передавило медиа. И все эти вещи воспринимались как факт пира на крови. И фотографии это, и другие фотографии падающих людей, они из эфира исчезли. И, конечно, медиа начала говорить, что это свобода слова, что вы на нас давите. Ну, понятно все, что они должны были сказать. Не все слова эти сказали. Но, тем не менее, общество в тот момент победило. Отдельной строкой героизм американских пожарных. Ребята, которые бросились сразу разбирать эти завалы, спасать людей, которые лежат под завалами. Еще башни не обрушились, пожарные выводили оттуда людей. Сигнализации уже не работали, потому что, ну, собственно, там был уже сбой света, подачи электроэнергии и так далее. И дальше, когда разбирали эти завалы, их разбирали долгое время, американские пожарные, даже те, которые находились в отпуске, возвращались за свой счет из отпуска и принимали участие в разборе этих завалов. 341 пожарный погиб во время атаки на башни Близнецы. И американские, нью-йоркские пожарные, они стали просто национальными героями. Всего при атаке погибло 2977 человек, включая экипажи самолетов, включая всех пассажиров самолетов. И, конечно, это был самый страшный, был, остается самым страшным терактом в истории Америки. Америка с этим никогда не сталкивалась, и мэр Нью-Йорка Роберт Джулиани, он в эфире, конечно, был откровенен, когда он чуть ли не со слезами на глаза сказал, мы столкнулись с тем, с чем мы раньше просто никогда не видели. Немедленно был перекрыт воздух, все коммерческие рейсы по требованию спецслужб и правительства были посажены. Америка закрыла свое воздушное пространство, и даже международные рейсы, которые летели в Америку, их сажали в Канаде и Мексике. То есть американское небо было полностью закрыто. Ну, на самом деле, не полностью, я вам об этом потом расскажу. Все крупные города патрулируются частями ВВС и частями национальной гвардии. То есть в Америке самый высокий уровень террористической угрозы. Ну, то есть уже не угроза, а свершившегося теракта. Еще один момент, естественно, в башнях-близнецах сидели крупнейшие корпорации. И вот этот Саша, который не пошел на работу, он не пошел на работу в честь Манхэттенбанк. Он должен был пойти в этот день на эту обзорную лекцию в WTC. Может быть, он и без меня бы ее проспал, тем не менее, но он туда не пошел. И огромное количество больших компаний там сидело. У этих компаний были шикарные офисы. В шикарных офисах были произведения искусства. И в результате этого были безвозвратно потеряны там скульптуры Родена, картины Миро. 40 негативов из личного архива Джона Фиттжеральда Кеннеди. Работы Рой Лифтенстайн. Ну, то есть очень много действительно важных мировых сокровищ. В одной из башен был ресторан, который назывался Windows on the World, окна мира. И там, в общем, любили обедать. Ну, в тот момент это был завтрак. Там было огромное количество гостей и туристов, которые приезжали в Нью-Йорк. Естественно, все люди, которые в этом ресторане находились, они просто не имели возможности покинуть здание. Еще один интересный факт, как история шутит. Вот эта фотография, на которой я вам рассказывал падающий человек, ее сделал фотограф Ричард Дрю. Он случайно ее сделал, как и все великие фотографии, они делаются случайно. Он поехал по заданию своей редакции, ему уже 52 года было в тот момент, он поехал снимать выставку, показ моды для беременных. И ему позвонили из редакции, сказали, там с близнецами какая-то катастрофа. Он бросил все, полетел туда и начал щелкать, просто поливать. Уже башня начала рушиться, он все фотографировал, фотографировал. И вот сделал этот снимок. А до этого, это уже не первый его исторический снимок, первый снимок он сделал, когда ему было 21 год. Он оказался просто рядом с убийством брата Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди. Вот в момент выстрела он фотографировал его и жену, и у него сохранилась куртка, на которой следы крови Роберта Кеннеди. Вот два раза человек сделал такие исторические снимки. И дальше начинается расследование, которое ведет ФБР, которое ведет ЦРУ. Откуда вообще узнали имена всех террористов? Я вам уже сказал, что багаж главы первой группы угонщиков, багаж Мохаммеда Аты, не погрузили на рейс. И когда его вскрыли, там нашли записи, в которых были упомянуты все 19 человек, которые участвовали в этот день в терактах. И к вечеру уже ФБР знало все их данные, откуда они родом, у кого какие счета в Америке, и так счета банковские имеется в виду. И дальше началось расследование. Это действительно была беспрецедентная акция. Ну, во-первых, если вы посмотрите на портреты террористов, им всем от 22 до 30 с небольшим лет. Многие из них имеют хорошее образование или происходят из хороших семей. То есть это не классические шахиды в понимании арабо-израильского конфликта или афганского конфликта. Первый раз мы столкнулись с тем, что люди готовились к этому, то есть обучались пилотному мастерству. И они стали шахидами не потому, что они были из бедных семей, плохого образования, их было легко уговорить. Нет, большинство из них имели хорошее образование и сделали это по убеждениям. По свидетельству ФБР, проверить их, конечно, невозможно, но тем не менее подготовка операции стоила Аль-Каиде от 400 до полумиллиона долларов США. В общем, достаточно большие деньги. Собственно говоря, несколько человек из списка Мохаммеда Аты были уже на радаре ФБР. Я позже скажу, почему ФБР их не арестовало. И эти люди были членами Аль-Каиды. Естественно, сразу возникла версия о том, что этот теракт подготовлен Аль-Каидой. Надо сказать, что Усама бен Ладен ничего не подтвердил. Он 16 числа пришло видео на телеканал «Арабский Аль-Джазир» 16 сентября. Он сказал, что Аль-Каида никакого отношения к этому теракту не имеет. Более того, 28 сентября еще одна запись Усама бен Ладена попала в эфир. Он опять открестился от теракта. Только в ноябре в Джал-Лабаде была найдена видеопленка, где бен Ладен сидит с одним из угонщиков. Они обсуждают что-то, что напрямую касается готовящейся акции. То есть бен Ладен как минимум знал об этом. Бен Ладен возьмет на себя ответственность только в 2004 году. 30 октября 2004 года он подтвердит, что все это было разработкой Аль-Каида, что он полностью берет на себя ответственность за судьбу 19 братьев. Но к этому моменту уже все, конечно, знали, что это Аль-Каида. Ему просто, что называется, надо было расписаться официально. Все понимали, что враг номер один – это Аль-Каида и Усама бен Ладена. Логичный вопрос, почему бен Ладен отказался сначала от того, что это сделала Аль-Каида. Версий несколько, и они все какие-то странные. То есть первая версия, что он сам испугался деяния рук своих. Ну, я в это, конечно, совершенно не верю, и вообще это невозможно. Вторая версия – он выигрывал время для того, чтобы из Америки эвакуировались люди, которые принимали участие в подготовке этого теракта. И он таким образом выигрывал время. Вот в это я скорее поверю. Потому что был же 20-й человек, который на борт не сел. Его звали Закариус Массауэ. И он был арестован в августе 2001 года. То есть за несколько недель до теракта. За несколько недель до 9-11. Арестован за то, что он был французский гражданин. У него была виза в Америке. И она оказалась просрочена. Его арестовали за нарушение визового режима. И таким образом он не смог участвовать в атаке. И потом его, конечно, раскрутили. Он дал показания. Оказалось, что он член Аль-Каида. И он участвовал в подготовке терактов. И он это впоследствии подтвердил. Зачем Бен Ладен это сделал? Давайте немного поговорим о Бен Ладене. Усама Бен Ладен это человек, который происходит из богатейшего клана Саудовской Аравии. Семья Бен Ладен и отец Осама, Мохаммед Бен Ладен, это крупнейший, будем говорить, олигарх был в Саудовской Аравии. Который сделал огромные деньги на строительстве. Дружил со всей правящей верхушкой, со всеми монархами Саудовской Аравии. Был сказочно богат. Осама получила хорошее образование. Он учился сначала в Саудовской Аравии, потом в Лондон переехал учиться. И если вы видели выпуск про главных злодеев, я там упомянул о самом крупном теракте на тот момент. Это теракт, когда в Мекке захватили заложников. И Мекку как раз ремонтировал концерн Бен Ладена. И вот на молодого Осаму этот теракт произвел, конечно, неизгладимое впечатление. В 1979 году Бен Ладен попадает в Афганистан, примыкает к моджахедам и начинает воевать с советскими войсками. Моджахедов поддерживают американцы. Знаменитая операция ЦРУ «Циклон», которая снабжала моджахедов оружием, деньгами и инструкторами. И, в общем, совершенно успешно он борется с советскими войсками. Становится дико популярен. В 1988 году Усама Бен Ладена организовывает Аль-Каиду. Аль-Каида — террористическая группировка. В России она запрещена, во всем мире, естественно, она запрещена. Он ее организовывает. И в 1989 году, уже после того, как советские войска из Афганистана выведены, он возвращается в Саудовскую Аравию как национальный герой. Человек, победивший Советский Союз. Надо сказать, что Бен Ладен был блестящий пиарщик. И вот то, что он умел лучше все делать, это организовать этот блестящий пиар вокруг своей персоны. И он находится в своей стране. То есть, вообще, у него совершенно потрясающая репутация. Сын, выходец из богатого клана, стал национальным героем, потому что возглавил, в общем, джихад против Советского Союза. И фактически в одиночку его и победил. И в 1990 году происходит вторжение Ирака в Кувейт. Это угрожает интересам Саудовской Аравии. И Саудовская Аравия зовет на помощь Соединенные Штаты Америки, чтобы Ирак обуздать. И Бен Ладен, Осамы Бен Ладен, выступает против этого. Он говорит, зачем вы американцев зовете? У меня есть мой арабский легион, Аль-Каида. Мы сейчас, значит, сами здесь разберемся. Но его никто не послушал. И, собственно говоря, американские войска прибыли на территорию Саудовской Аравии. Здесь начинается конфликт Осамы Бен Ладена и с собственной семьей, и с монархией. Потому что он всех критикует. Он говорит, вы сумасшедшие? Мекку, Медину и вообще все вопросы арабского мира должны решать арабы. Зачем американцев позвали? И доходит это до того, что правительство Саудовской Аравии выгоняет его. И он уезжает в Судан. В Судане у него дела идут очень хорошо. Он зарабатывает кучу денег на строительстве. Он зарабатывает кучу денег на разных вещах. На контрабанде оружия, на финансовых операциях. И помимо того, что он, будем говорить, пенсию от семьи огромную имеет. Там какие-то десятки миллионов долларов в год. Он еще сам зарабатывает огромное количество денег. Живет там как шейх. У него просто как монарх. У него конюшни. Он очень увлекается выездкой. У него роскошные особняки и так далее. И тому подобное. Но он продолжает критику Саудовской Аравии. И в 93-м году происходят важные вещи. В Аль-Каиде есть такой человек, которого зовут Халид Шейх Мохаммед. Он глава военного крыла Аль-Каиды. У него есть племянник, которого зовут Юсеф Рамси. И вот в 93-м году Юсеф Рамси, который отчаянно ненавидит американцев и считает их неверными, которые несут смерть и разрушение в арабский мир. Юсеф этот загоняет в башни-близнецы, в гараж подземный. Грузовик наполненный взрывчаткой. Грузовик взрывается, но больших разрушений башням не наносит. То есть в одной из башен вобрушивается потолок одного этажа, потом второго. Лифты останавливаются, перебои в электроснабжении, но башня не падает. У Рамси был план, чтобы одна башня взорвалась, упала на другую, и в общем две башни, соответственно, погибли. Но этого не происходит. И тогда еще все говорят, представляете, как строить-то умеют. Он какой взрыв, и ничего, башня будет стоять, это вечно. И Юсеф Рамси, он человек совершенно безумный был. То есть вместе со своим дядей, шейхом Мохаммедом, они, я так понимаю, и на самом деле многие так считают, что именно они научили Бен Ладена поставили его на путь вот этой войны нового времени. Терактов, которые, а, будут с огромным количеством жертв, б, будут очень медийными, то есть будут попадать в средства массовой информации. И у Рамси были совершенно безумные идеи. Он в 95-м году планировал убить папу Римского, который посещал Филиппины. В 95-м же году у него был план одновременного похищения 12 американских самолетов гражданских и взрывы их в воздухе. Ничего, естественно, не состоялось. Но, тем не менее, Бен Ладен был, что называется, восхищен вот этим полетом мысли, что, оказывается, вот что можно делать. Дальше происходит то, что Бен Ладен в Судане тоже всех достал. И Саудовская Аравия, и американцы, кстати, тоже надавили на Судан, чтобы Бен Ладена из Судана выгнали. И Бен Ладен из Судана бежит, не то, что бежит, нет, он садится на самолет регулярных авиалиний и перелетает в Афганистан, где там его принимает человек, которого зовут Мула Амар. Это лидер движения «Талибан». С этого момента Усама Бен Ладен начинает жить в Афганистане. И планирует войну с Америкой, которую он считает такими же неверными, как когда-то он считал Советский Союз. Здесь надо отступление небольшое сделать. В 95-м, в 97-м году Аль-Каида поставляла боевиков, которые воевали в Чечне. И, собственно говоря, Аль-Каида занималась финансированием этих боевиков, подготовкой этих боевиков. Всяческие эмиссары Аль-Каиды в Чечне в полный рост разворачивались. И Усама Бен Ладен имел к этому прямое и непосредственное отношение. Более того, забегая вперед, некоторое количество боевиков, которые захватят 4 самолета, воевали в Чечне. Некоторые воевали, некоторые хотели туда отправиться, но их перекинули, что называется, на подготовку другого теракта. В 1996-м году Усама Бен Ладен выпускает первую фетву, то есть обращение, в котором он говорит, что мы, арабы, мы, мусульмане правоверные, должны очистить мир от неверных, прежде всего от американцев, которые являются нашим злейшим врагом. Спустя два года он попадает под влияние такого человека, которого звали Айман Завахери, человек супер радикальных взглядов, человек, который исповедовал радикальный ислам, ваххабизм, будем говорить. И вот он очень сильное влияние на Бен Ладена оказал в его дальнейшей радикализации. В 1998-м году они выпускают совместную фетву против крестоносцев. Под крестоносцами подразумевают Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, которые несут боль, мир и войну на Ближний Восток. И дальше начинается планирование войны с Америкой. И Завахери говорит, что вы еще увидите, мы раньше, вот теракты все были на близлежащих территориях, мы перенесем войну на территорию Америки. И вы скоро об этом узнаете. И действительно в 1998-м году происходят два параллельных теракта. Атака на посольство Соединенных Штатов Америки в Кении и атака на посольство Соединенных Штатов Америки в Танзании. Конечно, сейчас задним числом можно сказать, ну что же, как же это так вот не видели-то американцы? Вот Танзания и Кения. Дальше в 2000-м году миллениум, вы помните, как все сходили с ума? Миллениум, новое тысячелетие, будет техногенная катастрофа, сбой компьютеров. А Бен Ладен в этот момент планирует атаку на Америку. И он планирует взорвать Диснейленд, он планирует взорвать несколько зданий телевышку в Сиэтле, еще одно здание в Лос-Анджелесе, здание в Майами и так далее. Все эти теракты не состоятся, но обо всех этих терактах узнает ФБР. Дальше 12 октября 2000-го года знаменитый теракт против военного корабля Соединенных Штатов Америки эсминца «Колл». И когда эсминец стоит на рейде, к нему подплывает резиновая лодка, люди с лодочки машут моряка, моряки машут лодочки, лодочка врезается в борт, она начинена просто под завязку взрывчаткой, наносит огромную пробоину в эсминце, и гибнут американские моряки. И все это, что называется, звенья одной цепи. И понятно, что это проба пера, что будет какой-то большой теракт. И аль-Каида к этому теракту готовится. Как готовили этот теракт? Ну, во-первых, я уже сказал, что вот задним числом можно сказать, что это все звенья одной цепи, и все понятно, что готовился большой теракт. Но такого никто не мог предположить, что гражданские захватят четыре самолета и направят их в объекты. Ну, это просто невозможно. Это в детективе можно написать в книге, фильм ужасов, снять фильм катастрофы. Ну, в реальной жизни это невозможно. Это очень тяжело соорудить. Но соорудили же. Две группы. Одну группу условно называют Гамбургской, а другую группу называют Малазийской. Все достаточно условно. Тем не менее, Гамбургская группа это Мохаммед Ата, ставший пилотом первого похищенного самолета, который в Германии получал образование, получил вид на жительство. И у него были друзья, медики, скульпторы, которые со временем стали больше и больше погружаться в радикальный ислам. Потом они познакомились с эмиссарами Аль-Каиды, потом они познакомились с самим Бен Ладеном, и Бен Ладен рассказал, что вот есть такой план, а что если захватить самолеты и направить их на символические для Америки объекты. Людей начали готовить, часть будущих боевиков заехала на территорию Соединенных Штатов Америки в январе 2000 года, то есть за год и восемь месяцев до терактов. Они отправляли письма в разные летные школы и, наконец, получили приглашение и стали обучаться пилотированию гражданских судов. То есть год и восемь месяцев заняла подготовка терактов. То есть эти люди где-то жили, на что-то ели, кто-то платил за их обучение, откуда эти полмиллиона долларов? То есть это все было тщательно-тщательно готовилось. Это часть гамбургской группы. Вторая группа, непосредственно боевики, которые захватывали, которым самолетом не надо было управлять, которые должны были подавить сопротивление пассажиров, она стала заезжать уже позже, за полгода, за семь месяцев до терактов. Ее часто называют группой малазийской. Почему? Потому что в 2000 году был так называемый саммит Аль-Каиды в Куала-Лумпур. И вот там встречались боевики Аль-Каиды, обсуждали вопросы финансирования. Тогда же была запланирована атака на эсмине СКОЛ, и за этими людьми следили местные спецслужбы. И они рассказали об этом ФБР, что у нас на территории тут ребята из Аль-Каиды заехали. И ФБР сказал, ну вы их всех сфотографируйте, там фотки нам пришлите. Ну им прислали фотографии, никого не задержали. За два года до этого, в 1998 году, у ФБР был информатор Аукей Коллинз, который сообщил, что огромное количество арабов ищут выходы на летные школы. И вот один из них, это Хинжори, который был пилотом самолета, врезавшегося в Пентагон. Он, профессиональный арабский пилот, не получил работу в арабских авиалиниях, он вот опять, значит, здесь в Америке со своими знакомыми ищет возможности, значит, обучаться летному делу. Но это как-то очень странно, потому что прям действительно много арабов подаются на летные дипломы. Связано ли это с тем, что они так хотят летать или с чем-то другим, неизвестно. ФБР тоже никак на это не реагирует. Надо сказать, что Аукей Коллинз это тоже, конечно, удивительный человек. Он воевал на стороне мусульман в Боснии, и он в какой-то момент был абсолютно радикальным мусульманином, и он даже написал книгу от радикального мусульманина в агенты под прикрытием ФБР. И вот он предупреждал, но предупреждением никто не внял. Более того, последний эпизод, два из этих человека, которые были в Малайзии, они въехали на территорию Соединенных Штатов, и их досье было у ФБР. То есть их видели в Малайзии на встрече других членов Аль-Каида. Их не задержали на границе. Здесь тоже две версии. Первая версия — это головотяпство. Вторая версия, что ФБР решил, пусть они заедут, мы за ними последим, и там всю ячейку Аль-Каиды и хлопнем. Но хлопнуть не успели. И последний факт — это Закариас Масауи, который был арестован в августе. Если его там расколоть и надавить на него, скорее всего, он бы сдал готовящийся теракт. Но, тем не менее, ничего из этого не произошло. Что происходило дальше? Очевидно, что Америка погрузилась в траур трагедии. Никогда такого не происходило на территории Соединенных Штатов. Это была самая крупная атака на Америку после Перл-Харбора. Но Перл-Харбор где-то далеко был. Военные базы за пределами штатов. А здесь, вот здесь, в Нью-Йорке, на Манхэттене. Для Америки это был шок. Нация была в ужасе. Нация, конечно, была запугана еще и средствами массовой информации, которые каждый день говорили, что может быть новый теракт. И постоянно были слухи о том, что здесь бомбу нашли, а здесь нашли подготовку к теракту. И все это возгонялось, 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 возгонялось. Джордж Буш, президент Соединенных Штатов Америки, естественно, начал говорить о том, что мы террористам отомстим и террористов покараем. Мы к Бушу позже еще вернемся, там столько всего интересного. Но стоит сделать небольшое отступление. В момент теракта он был во Флориде, потому что он там навещал своего брата, который был губернатором Флориды. И Джордж Буш приехал в школу на открытый урок. И дети там читали рассказ о козочке. И он сидел на этом уроке. И ему сначала сообщили о первом самолете, это видео есть, потом сообщили о втором. И он после второго самолета семь минут еще находился в классе с лицом, который выражал испуг, смятение. И потом он вышел из класса и, в общем, начал отдавать какие-то команды. В общем, с одной стороны, началось расследование, с другой стороны, американцы начали готовить акцию возмездия. И поскольку имелись на тот момент совершенно точные данные, что Усама бен Ладен находится в Афганистане, первой территорией для акта возмездия стал режим талибов. И 7 октября уже американские войска начали операцию в Афганистане, которая достаточно быстро, как им казалось, привела к успехам. Талибы были разбиты. Здесь еще один важный момент, что бен Ладен, он потрясающий пиарщик был, как я уже сказал. И он про многие теракты, которые были совершены в отношении Израиля, в отношении Америки, он говорил, что это дело рук Аль-Каида, хотя совсем не факт. И американцы такую компанию построили, причем я ее очень хорошо помню, они издевались над бен Ладеном до теракта, что у него почечная недостаточность, он скрывается в каких-то пещерах, и ему постоянно нужно диализ делать. И американские юмористы после теракта во всех ночных шоу много было скетчей на тем и того, ребят, а как старик, который привязан к аппарату диализа, он, во-первых, как с этим аппаратом громоздким по горам от вас бегает, а во-вторых, как он мог взорвать Америку? Тут, по-моему, старик смешной, это не бен Ладен, а Буш. И в 2001 году была огромная акция в горах Афганистана, потому что там была система пещер, где бен Ладен приближенно из Аль-Каида прятались. И это был самый большой позор, потому что там была высадка, там была спецоперация, и никого не поймали. Бен Ладен ушел. Но надо сказать, что в результате первого года войны с Афганистаном движение «Талибан» было разбито, и основные действующие силы боевиков были повержены, и американские войска зашли в Афганистан. И, как им казалось, эта победа достаточно быстрая. Но, как мы с вами знаем, выдадут они из Афганистана только в 21-м году. То есть, извините меня, пожалуйста, через 20 лет. Но тогда они еще об этом не знают. И дальше Ирак. 2003 год, вторжение в Ирак. Здесь история вообще же странная. А почему Ирак-то? Ну, как бы, вот Аль-Каида, понятно, Аль-Каида частично была поддержана саудовскими деньгами. А Усама бен Ладен прятался в Афганистане. Все понятно. А Ирак-то почему? И дальше всплывает история о том, что Ирак тоже участвовал в подготовке нападения на Соединенные Штаты Америки. И Саддам Хусейн знал все об этой операции. А плюс еще выяснилось, что у Саддама Хусейна оружие массового поражения, в том числе химическое, уже разрабатывается. А Саддам Хусейн, который был наказан за атаку на Кувейт, он же в мировом сообществе клялся, что никакого оружия массового поражения у него нет. И эмиссаров ООН он допускал на свою территорию. Но в ООН выступает Колин Пауэлл, знаменитая фотография с пробиркой. Он говорит, у нас неоспоримые доказательства того, что Саддам Хусейн его режим не просто поддерживает террористов, но еще вот пробирка. Он занимается разработкой оружия массового поражения. Надо сказать, что американское общество это поначалу восприняло положительно. И понятно, почему. Такой трагедии страшной Америка не испытывала. И когда им сначала сказали, это Афганистан, надо бить Афганистан. А вот еще Ирак. Ну, значит, Ирак тоже Саддама надо добить. Он же все-таки тоталитарный диктатор. Никто же с этим спорить не будет. Ну, значит, надо замочить его. И американские войска начали эту операцию в 2003 году. После все итоги этой операции мы знаем. Разгромленный Ирак, убитый Саддам Хусейн. А что же с оружием массового поражения? А его не нашли. А его не нашли. И тот же Колин Пауэлл потом сказал, что мы были недостаточно информированы. И Кандализа Райс сказал, недостаточно. Мы были информированы, когда принимали это решение. Но, с другой стороны, режим тоталитарный у Саддама Хусейна. Поэтому вот мы вместе с международной коалицией Ирак, конечно, разгромили. И дальше будут тоже такие же ужасные кадры, когда матери будут кричать в эфире Аль-Джазиры, что наши дома разрушены, наши дети убиты. Потом появятся страшные пленки, как американские вертолетчики расстреливают террористов, а на самом деле это мирные граждане. Ну, война, слушайте, темно, не видно. Вот, ну, попали не в тех. Дальше война в Ираке уже будет такой мини-Вьетнамом для США, потому что много внутренних сил будут говорить о том, что, ребят, мы что-то не то делаем. Особенно, когда пойдут истории про нефтяные компании американские, которые получили большие подряды на восстановление Ирака и на добычу там нефти. Но это будет уже совсем потом. Сейчас Америка находится в шоке, и она требует от своего правительства возмездия. И вот первая акция возмездия — это война с Талибаном. А дальше начинается самое интересное с точки зрения расследования. Блестящий американский журналист Майкл Мур выпустит фильм через пару лет, который называется документальный фильм, документально-публицистический, который называется «Фаренгейт 9.11». И в этом фильме он будет говорить об ответственности Джорджа Буша за катастрофу и за бездействие фактическое по предотвращению и по последующему расследованию теракта 9.11. Позже Майкл Мур выпустит книгу, которая будет называться «Чувак, где моя страна?» и там, в общем, фильм будет повторен, чуть более подробно. О чем же говорится и в фильме Майкла Мура и в книгах других американских журналистов, о которых я обязательно расскажу, а говорится там о странных вещах. Ну, во-первых, оказалось, что в августе 2000 года состоялось экстренное заседание ФБР и ЦРУ. Главы ФБР и ЦРУ потребовали присутствия на нем президента США Джорджа Буша. Но тот был у себя на ранче и на это заседание не поехал, а отправил туда кандалису рай Дональда Рамшфилда и Джона Эшкрофта, главных военных советников, вообще главных, не военных, главных советников, главных помощников президента Соединенных Штатов Америки. И на этом совещании говорилось о том, что Аль-Каида готовит теракт в отношении Америки. И предлагалось ужесточить контрольно-пропускной режим, выделить дополнительные ассигнования ЦРУ и ФБР. верхушка американского правительства признала эти доводы слишком размытыми, неконкретными и во внимание их никто не принял. А Джордж Буш в этот момент ловил рыбу. На ранче, надо сказать, что он заядлый рыболов и гольфист. И он любил этим делом заниматься. Мур очень издевался над лицом Буша в тот момент, когда ему доложили о атаке на близнецы. Почему он не погибло в здании школы? Почему он 7 минут сидел с этим придурковатым выражением лица? О чем он думал? И так далее. Ну, это, скажем так, отнесем, в общем, эти заявления на противоборство демократической партии, которую поддержит Майкл Мур и республиканской членом которой, президентом которой был Джордж Буш. Но дальше вещи, которые на самом деле совершенно не лежат в плоскости юмора. Как я вам уже сказал, небо было закрыто сразу после теракта. Не сажали никакие международные борты и ничего не летало, кроме экстренных медицинских самолетов и вертолетов или самолетов и вертолетов сил специального назначения. Но через пару дней, а именно через день, 12 сентября, у Джорджа Буш состоялся ужин с принцем Бендером. Это посол Саудовской Аравии в Соединенных Штатах Америки. Они ужинали, курили сигары по свидетельству журналистов и через два дня в небо взмыли несколько, некоторое количество, я бы сказал, частных бортов. джетов ничего не летало, а джеты полетели. Эти джеты увезли 142 человека. Это все были граждане Саудовской Аравии и многие из них были просто членами семьи Бен Ладна. Потому что клан Бен Ладна огромный, у Мохаммеда было много жены, много детей. Некоторые из них работали в США, некоторые родственники учились в США. И вот эти все люди покинули Соединенные Штаты Америки. И пресса начала задаваться вопросом. Алло, а почему никто не был допрошен? Ну подождите, вот как бы вот Бен Ладен, на которого показали, что он атаковал, что он был центром этого заговора. А вот семья Бен Ладенов в Америке. Они на свадьбу летали к сыну Осама Бен Ладна в Афганистан. У нас есть данные. Почему вы не дали? И ФБР сказал, что нам не дали никакого доступа. Они улетели и все. И дальше начала история-то раскручиваться и многие журналисты нашли массу странных вещей. А именно, семья Бушей и семья Бен Ладенов были тесно связаны. В 1975 году Салем Бен Ладен покупал в Америке самолет. Ничего противозаконно, покупал самолет для Саудовской Аравии. Обкупал он их через человек, которого звали и зовут до сих пор, он же здоров, Джеймс Батт. И этот Джеймс Батт так сдружился с Бен Ладенами, что он стал их финансовым консультантом. Ничего противозаконно, он просто говорил, ну вы большие промышленники, вы хотите доступ на рынки США, вот здесь можно деньги разместить, тут можно деньги разместить. Ничего ужасного. Джордж Буш-младший в этот момент начинающий бизнесмен. Надо сказать, что Джордж Буш-младший бизнесмен был бестолковый, все его бизнесы так или иначе были либо проданы, либо находились в предбанкротном состоянии. И в тот момент у него, значит, есть компания Arbust Energy, которая занимается в Техасе разработкой нефтяных приисков и попадает в тяжелую ситуацию. И вот этот Джеймс Батт дает Джорджу Бушу-младшему 55 тысяч долларов. Почему он ему дает? Ну, во-первых, они были друзья, они вместе служили в армии. И ничего такого нет. Ну, друг дал другому другу 55 тысяч долларов, поддержать его в трудную минуту. Потом выясняется, что деньги это были, в общем, даже не совсем Батт, а деньги были семьи Бен Ладенов. И, в общем, тоже в этом ничего такого нет. Ну и что, арабская семья вкладывает деньги в американский бизнес. Тем более, семья Буши на политическом небосклоне поднимается все выше и выше. Что, плохо, что ли, такие связи иметь? Вот в это расследование погружается все больше и больше журналистов. И в какой-то момент Крейг Энгер из Boston Magazine пишет о том, что в Америке полтора миллиарда денег семьи Бен Ладена. Они в разных бизнесах, но в основном они сконцентрированы в холдинге Carlyle. А в холдинге Carlyle занимаются инвестициями вооружение, нефтянку, во всякие энергетические ресурсы. А президент, член Совета Директоров фонда Carlyle Джордж Буш старший. Вот такая история. Это становится достоянием широкой общественности. Стив Колл, еще один американский журналист, который получил две пулицеровские премии, он написал две потрясающие книги. В 2004 году вышла книга, которая называется «Секретная история ЦРУ Афганистан Бен Ладен от Советского Союза до 9.11». И вторую книгу «Бен Ладены Арабская семья и Американский век». И вот эти две книги стали бестселлером, которые рассказывают об истории того, как клан Бен Ладенов был интегрирован в американскую экономику. А Крейг Энгер, о котором я уже вам сказал, он написал большую книгу «Дом Бушей, дом Саудов». И, собственно, все это подытожив, Майкл Мур задается вопросом, а чьи интересы президент США Джордж Буш-младший защищал после 9.11? Почему он дал вылететь всем Саудитам, всем Бен Ладенам? Не потому ли, что у него с ними просто финансовые интересы? Вот такой вопрос ставится в фильме «Фаренгейт 9.11», который, кстати, получил золотую пальмовую ветвь в Каннах. А продюсером этого фильма был, извините, Харви Вайнштейн. Все эти расследования администрации Буш, конечно, были отвергнуты. Буш сказал, что ничего такого, никакого бизнеса, и в Карлайле никаких денег Бен Ладенов нет и так далее и тому подобное. И Джеймс Батт, мой сослуживец, что помог мне когда-то и помог. Ну, там дальше была еще небольшая шпилька, что Майкл Мур обращается к Джорджу Бушу и говорит, ну, у вас потом еще одна компания была, которая называлась Харкин Энерджи, и она была тоже в предбанкротном состоянии, и вам помог другой человек, Роберт Джордан, который тоже арабские деньги двигал на американские рынки. Ну, помог и помог. Вот, единственное, что потом, когда вы президентом стали, вы его назначили послом в Саудовскую Аравию почему-то, да? Ну, тоже, наверное, случайное совпадение, так бывает. Во время расследования было много радиоперехватов, сделано переговоров Бен Ладена, были найдены документы о ячейках Аль-Каиды в Европу, в частности, перед 9.11 Мохаммед Ата прилетал в Испанию, здесь встречался с членами Аль-Каиды, получал ли он инструкции или получал финансирование, непонятно, но он был на территории Испании и на территории Испании до сих пор, как и на территории Франции, действуют ячейки мусульманских радикалов, в тот момент это была Аль-Каида. Что стало следствием теракта? Ну, во-первых, как я вам уже сказал, внешняя политика США выглядела таким образом, внутренняя политика очень сильно изменилась, то есть Америка действительно после этого теракта поменялась полностью, нельзя было просто так уже открыть счета в банке, да, нужны были кучи документов, то есть первое, за чем стали следить, это плотнее следить за деньгами. И дальше был принят печально известный и критикуемый всеми в 2002 году Юс Патриот Экт, американский патриотический акт, который давал спецслужбам и дает до сих пор доступ на все. Твои телефонные разговоры, твои медицинские карты, переговоры твоих родственников и так далее и тому подобное. То есть право на частную жизнь, право на частную переписку было фактически аннулировано, американские спецслужбы могут прослушивать и проглядывать всю корреспонденцию. Ну, я не питаю иллюзий, я думаю, все спецслужбы всего мира без всяких Юс Патриот Экт могут это делать. Но вот законотворчески, законодательно это было оформлено, это вызвало огромную дискуссию. До сих пор под огнем критики находится этот Юс Патриот Экт, но тем не менее он был принят. Дальше было расследование национальной комиссии по 9.11, которое шло очень долго и которое выявило и описало всех участников этого террористического акта, людей, которые готовили его и людей, которых дальше американские спецслужбы искали по всему миру. ЦРУ провели внутренние расследования и выяснили, что да, у нас тоже недоработки были. Вот два человека, Аль-Хазми и Аль-Михдаза, которые были в Куал-Лумпур, мы их видели, мы знали о них, мы знали, что они работают с Аль-Каидой, но когда они прилетели на территорию штатов, мы их не арестовали. Ну, здесь надо еще сказать о том, что, конечно, с 9.11 связано огромное количество конспирологий. Я расскажу о двух вещах, которые наиболее часто упоминаются. Но первое, что башни разрушились не от удара самолетов, и дальше длинная конспирологическая теория, что вот, смотрите, идеальная взрывная волна бежит по фундаменту, значит, взрывчатка была заложена до того, и башни взорвали снизу, с первого этажа. Самолет — это был отвлекающий маневр. Покупатель башен незадолго до терактов их купила компания, которая дополнительно застраховала их, в том числе отдельно прописала теракты, получила за это потом 3,5 миллиарда долларов. Самолет в Пентагон. Как же он влетел? Высота Пентагона — 24 метра, высота Боинга — 19. То есть этот огромный самолет на бреющем полете вот так вот летел и попал точно в Пентагон, ведь Пентагон — низкая цель. Так не может быть. Ну, на самом деле, пилоты подтверждают, что, конечно, так может быть, и эффект экранирования возникает, и самолет на низкой, на предельно низкой высоте, даже гражданский Боинг, может попасть в такую цель. Ну, там дальше была конспирология, что это, смотрите, ни хвоста не осталось, ничего, ровная дырка в Пентагоне, причем в ту часть здания, которая ремонтировалась, это ракета, это не самолет, и так далее, и тому подобное. Дальше знаменитое выступление, знаменитое посещение Бушем школы во Флориде, учительница говорит детям, слушайте и повторяйте, там, какие-то звуки, такие-то предложения, и якобы на этой пленке кто-то услышал сталь, металл, самолет. Ну, понятно, что это бред, но тем не менее. Конспирологии очень много вокруг этого всего, и конспирология продолжает нарастать, но тем не менее, весь мир был свидетелем, и специалисты были свидетелем того, что действительно это теракт, который организовали члены Аль-Каиды, который унес огромное количество ни в чем не повинных жизней, и, конечно, в результате действий угонщиков, в результате взрыва самолетов в башнях началось обрушение. Здесь возникает вопрос, а мог ли кто-то угонщиков остановить? И на ум мне приходит только одна история, история Джона О'Нила. Джон О'Нил был сотрудником ФБР, и после первой атаки на близнецы, после первой попытки подрыва в 93-м году, он стал буквально помешанным на Аль-Каиде. Он стал заниматься расследованием Аль-Каида, отслеживанием связей Аль-Каиды в международном масштабе. Когда произошли взрывы американских посольств в Кении и в Танзании, он вошел в рабочую группу, и он поругался с женщиной, послом в Кении, американкой, и она добилась, чтобы его выгоняли из рабочей группы, потому что невозможно, он давил, призывал всех, в общем, к тому, чтобы люди как-то взяли себя в руки, требовал контроля над расследованием, допрашивал посольских, и так далее, и тому подобное. В общем, он из этой группы был исключен. Он все это время продолжал заниматься Аль-Каидой, и когда взорвали эсминец Коул, он тоже попросил включить себя в рабочую группу, и там ЦРУ уже начало выступать против. Дело в том, что О'Нил, он был, ну, человек, который любил жить. Во-первых, он был человеком выпивающим, в какой-то момент потерял портфель с секретными документами, портфель ему вернули, но истории не простили. Он жил непосредством, любил женщин, много на них тратил, постоянно был в долгах, и, в общем, в конечном итоге, сделали все возможное, чтобы из ФБР его выгнать, и из ФБР-таки его выжили. И об этом есть потрясающий фильм «Лументавер. Призрачная башня». Посмотрите его, пожалуйста, это совершенно гениальный мини-сериал. И вот Джон О'Нил, который всю свою жизнь, ну, не всю свою жизнь, но больше половины своей жизни, он искал Аль-Каиду, и он говорил о том, что Асама Бен Ладен готовит ужасный по своим масштабам теракт, теракт, который должен попасть в медиа и удивить, и ошарашить всех масштабом. Он нашел свидетельство о том, что Бен Ладен всем этим шахидским трюкам, подготовке, массовой подготовке шахидов, она на него не с неба свалилась, а научил его другой человек, которого звали Имад Мугния. И Имад Мугния – это был член Хизбалла, палестинских боевиков. И он был именно тем человеком, который похищал в Бейруте работников советского посольства в 1985 году. И вот Мугния, во-первых, научил способом работы с шахидами Аль-Каиду, а во-вторых, в 2001 году он налаживал связь Аль-Каиды с другой страной, с Ираном, не с Ираком. И О'Нил это раскопал, и он это принес в ФБР и в ЦРУ, ну все, не придал этому никто значения. И Джона О'Нилу увольняют. И он находит себе в воскооплачиваемой работе. Он уходит из ФБР, и его берут на должность главы службы безопасности Международного торгового центра. И в день атаки он гибнет, потому что он помогал людям выходить из здания. Он выводил новые и новые группы, его тело будет обнаружено под обломками башен-близнецов. Злая ирония состоит в том, что когда он пришел на эту работу, ему друг позвонил и сказал, Джон, ну наконец-то и бабки нормальные, и место работы нормальное, и голу тебе никто морочить не будет. Но самое главное, ты же понимаешь, уже один раз башни эти взрывали, второй раз точно снаряд в одну и ту же воронку не попадет. И якобы О'Нил тогда своему другу ответил, что я уверен, что они вернутся и доделают свою работу. Ну и он оказался прав. В качестве заключения, что хочется сказать? 3000 человек стали жертвой этого ужасающего теракта. Теракт изменил все. Изменил медиа, изменил внутреннюю политику, внешнюю политику, изменил подходы к контролю финансовых потоков. Осама Бен Ладен будет бегать по горам или не по горам еще 10 лет, и убьют его в Пакистане. Все эти годы, оказывается, он жил в особняке, то ли под охраной пакистанских спецслужб, то ли нет, но неважно. В общем, жил он припеваючи. Участников нападения на Америку, тех, кто участвовал в подготовке, в осуществлении теракта, был связан, координировал финансовые потоки, более-менее отловят за последующие годы и посадят в Гуантанамо. Американская тюрьма Гуантанамо, это, наверное, сюжет вообще для отдельной передачи. Халид-шеих Махмуд будет пойман и посажен в американскую тюрьму, как и его племянник Рамси. Бен Ладена убьют, Прахову развеют над морем, чтобы не создавать место поклонения для его могилы. Завахери, духовного лидера Аль-Каиды, тоже убьют. Он выйдет покурить на балкон в Кабуле и прилетит управляемая лазерным наведением ракета и убьет его. В Афганистане американцы задержатся до 2021 года. Это станет самой длинной их войной в истории. Ирак будет разгромлен. Потом будет огромное количество скандалов, связанных с восстановлением Ирака. Потому что подряды на прокладку газовых труб получат компания Холли Бёртон, а в руководстве компании Холли Бёртон почему так оказался Дик Чейни и так далее и тому подобное. А потом вообще выплывет история, что талибы посещали Америку, их представители и в 97-м году, и в 98-м году, и накануне, в 2001-м. И вели они переговоры по прокладке газопровода, который шел бы из Туркменистана через Афганистан, туда дальше, на Пакистан и по нему бы качался из Каспия газ. И Клинтоновская администрация была на пороге подписания этого контракта, но когда все-таки узнали они о злодеяниях Талибана и о связях с Аль-Каидой, Клинтон сказал, что мы это никогда не подпишем. А при Буш эти переговоры опять возобновились и там появились компании та же Холли Бёртон, которая должна была получить это подряд. Ну, в общем, с талибами все не состоялось, с талибов потом разгромили. Ну и дальше пошли все всем известные истории по разработке нефтяных полей Ирака американскими компаниями. А пробирку, которую Колин Пауэлл потрясал в воздухе, так и осталась пробиркой, неизвестно, что в ней было, никаких отравляющих веществ у Саддама Хусейна не нашли. Вот, но трех тысяч человек не вернуть, огромное количество людей, их родственников до сих пор оплакивают. Понятно, что жизнь большого количества людей безвозвратно разрушена на месте WTC монумент, он совершенно потрясающе выглядит, не в плане потрясающей помпезности, а это действительно такой монумент скорби, на краях бассейна написаны все имена погибших, и это действительно такой не памятник, а как напоминание о том, что может творить человеческое безумие. Совершенно очевидно, что теракт этот стал плодом фантазии, воплотившейся фантазии безумного радикала Усамы Бен Ладена и его ближнего круга это люди, которые взяли на себя такую миссию, как им казалось, бороться с американской агрессией, бороться с неверными и бороться с вторжением Америки в ближневосточные дела. Очевидно, что эта версия никаких сомнений ни у кого не вызывает. Но есть и другой момент, о котором, конечно, нельзя не сказать, и я приведу цитату Майкла Шейера, он был руководителем одной из групп ЦРУ в Афганистане, который сказал буквально следующее. Мы, то есть Соединенные Штаты Америки, были атакованы из-за того, что мы сделали в исламском мире, а не из-за того, во что мы верили или за что мы боролись. То есть, фактически, он таким образом ответил на цитату Джорджа Буша-младшего, который сказал, что нас атакуют из-за того, что мы верим в свободу, мы стоим за свободу, а эти люди, они, значит, свободу не любят, наш образ жизни не любят, за это они нас пытаются убить, поэтому мы будем убивать их. Вот. Ну, очевидно, что все, конечно, это стало ненавидущее слово геополитика, но тем не менее, все это возможно, потому что есть огромное количество разных интересов, государственных, корпоративных, и государства, корпорации залезают на территорию других государств, а когда они сталкиваются с другой культурой, другой религией, это вызывает цепную реакцию, и одно действие, конечно, всегда родит противодействие. И вот в данном случае исламский терроризм стал, в общем, таким ответом. Я не хочу сказать ни в коем случае, что вот американцы сами виноваты, они вот там бурю посеяли, вернее, там посеяли, значит, они там семена буря, а буря потом прилетела к ним обратно в Нью-Йорк. Я ни в коем случае не хочу на них перекладывать ответственность на политику, но тем не менее, есть как бы абсолютно неоспоримые факты. Вот такие-то геополитические действия политиков приводят вот к таким ужасающим последствиям в отношении ни в чем не повинных людей. И люди эти гибли и в Нью-Йорке, и потом они гибли в Афганистане, и потом они гибли в Ираке и продолжают гибнуть. Но тем не менее, к сожалению, мы пока рецепта борьбы с терроризмом не нашли. И большинство терактов, к сожалению, опять же, расследуются постфактум, и возмездие прилетает постфактум, когда уже ничего не исправить. Продолжение следует...